3 марта – начало весенней поры и особенный день для нашего любимого города Минска. Можно сказать, его день рождения. Первое упоминание о столице было в повести временных лет и связано оно с битвой на реке Немиге в 1067 году. Тогда Минск был Минском. Эту историю можно прочесть на страницах летописи или увидеть воочию. Минский скульптор Александр Прохоров, известный по работе городские весы на Площади Свободы, уместил десятки страниц истории на одном бронзовом мече. И это любимая работа автора, которая пока что доступна минчанам только в музее издания Вечернего Минска. Но, возможно, в скором времени жители смогут лицезреть ее на одной из улиц столицы. Я очень рад, что Вечернему Минску по душе пришлась моя работа, что они разместили у себя в музее ее. И, скажем так, она где-то сопровождает какие-то мероприятия. Так же, как известен бренд Вечернего Минска, у меня есть все-таки такая надежда, что и работа когда-то моя станет брендом города Минска. Узнаваем. Это очень силуэтно и примечательно. Скульптура Александра – рассказ меча о пережитой битве. В нем очень много символики. Меч – это крест. В отсутствие обычного креста воины молились на свои мечи. Крест – это перекресток, а Минск – пересечение путей. Издалека кажется, что лезвие покрыто ржавчиной. Но при ближайшем рассмотрении видны фигуры воинов. Динамичное сражение. Можно даже разглядеть выражение лиц персонажей. Эта работа, хотя она о войне, она посвящена миру. Она посвящена тому в назидание. Она учит тому, что братоубийственная война – это большое зло. Потому что первое упоминание было об этой битве – это в слове полку Игореве. И как раз там не было свой-чужой, а там были усеяны костьми сынов русских. То есть брат брата бил. Вот в чем дело. И от этого ведет летоисчисление наш Минск. Поэтому тут меч-крест, меч-перекресток. Меч такой вот как памятный знак. Рассказ меча у пережитого об этом ужасе. И чтобы он не повторился ни в коем случае. Вот как-то хотелось бы рассказать. Ну, точнее, рассказывать работу.